Майнинг фермы Потому что это достаточно сложный вопрос. Не верьте никому, кто говорит вам, что майнинг выгоден и что майнинг не выгоден. Это подход дилетанта, потому что майнинг в первую очередь зависит от того, какие у вас затраты на электроэнергию, какие у вас затраты на оборудование, через сколько вы хотите окупиться, что вы планируете потом делать с этим оборудованием, то есть продавать или майнить до последнего, пока оно не умрет. То есть от этого всего будет зависеть ваша доходность и, соответственно, будет вам это выгодно или нет. И также есть еще один специфичный фактор, именно курс колебания разных валют, который предсказать, в принципе, ну, можно сказать, невозможно. Поэтому от всего этого будет зависеть, скажем так, выиграете вы или проиграете. На этом останавливаться не будем. Итак, чтобы собрать майнинг ферму, первое, что вам потребуется, это вот такой вот каркас. Как его делать, я не стал показывать, потому что это достаточно долгое занятие. То есть делается он, ну, часа 3-4. Во всяком случае, у неподготовленного человека. Можно делать его из дерева или из металла. Плюсы дерева какие? Дерево дешевле, дерево проще обрабатывать, нужно меньше инструментов. Что касается металла, то там также свой плюс. То есть металл выглядит намного лучше, он более долговечен. Вот, можно его покрасить и получите продукт почти такой же, как в магазине. Некоторые, в принципе, не делают сами, а покупают. То есть, допустим, серверные стойки или какие-то стеллажи. И делают майнинг фермы на них, но это уже несколько больший масштаб. Вот, а что касается деревянной фермы, то она делается достаточно просто. Для данной фермы мне потребовалось, для данного корпуса, мне потребовалось 6 метров бруса. Это, ну, не брус-доска, скажем так. 20 на 40, можно делать из бруса 30 на 30, даже лучше будет, наверное. Но у меня была именно такая, и я использовал её. Усилял я с помощью вот таких вот уголков, чтобы, соответственно, не гуляли планки никуда. Ну и крепилось всё обычными саморезами на 19 и на 41. На эту дугу, соответственно, встанут у нас рейзера или рейзера, не знаю, как их точно называть. Эта дуга у нас будет использоваться как ответная. То есть сюда будут фиксироваться видеокарты, чтобы они не гуляли вот в таком вот положении. То есть делать её прочной не обязательно на самом деле. Вот, также у нас есть вот эти элементы, которые не дают данным дугам смещаться друг относительно друга. И также за эти вот ручки, я их называю так, её достаточно удобно переносить и транспортировать. Вот, здесь у нас также имеется небольшой кусок фанеры, чтобы на него разместить нашу материнскую плату, наш блок питания, чтобы всё это смотрелось более-менее красиво. Вот, на самом деле формы и размеров вот этих вот корпусов, которые делают люди для фермы, ну, их просто гигантское количество, разные размеры, кому что нравится. На вот эту ферму, ну, теоретически можно поставить пять карт вот так спокойно, то есть с большим расстоянием между ними. Вот, мы сегодня будем ставить немножко меньше. Итак, давайте начнём нашу сборку. Первое, что нам потребуется, это, конечно же, взять нашу материнскую плату, установить на неё процессор, то есть подготовить её, установить также кулер и оперативную память. Вот такая вот у нас задача. Итак, друзья, в качестве материнской платы мы будем использовать гигабайтовскую H110D3A. Данная материнская плата, вот она, вот так вот выглядит, она хороша чем? У неё достаточно большое количество разъёмов под видеокарты. То есть здесь их шесть штук, пять обычных, один их шестнадцать. Вот, соответственно, данная плата, она считается, ну, можно сказать, майнинговой, то есть её очень часто используют для майнинга. И она именно для этого, в принципе, производителем и создавалась. В качестве процессора мы будем использовать вот такой вот небольшой, простой и дешёвый Celeron G3900. В принципе, здесь не нужен какой-то сверхмощный процессор, то есть Celeron вам для майнинг-фермы будет более чем достаточно. Стоимость у него тоже очень даже демократичная. Вот, также мы будем использовать оперативную память, это Crucial, вот такая вот планочка на 4 гигабайта. Больше нам также не нужно, потому что майнинг-ферма, это у вас не игровая машина, тут 16 гигабайт оперативной памяти вам не нужны. Давайте сейчас всё это будем устанавливать. Итак, друзья, у нашего процессора, вот здесь с боков, вы можете видеть небольшие ямочки. Вот они. Соответственно, данные ямочки будут нам служить ориентирами для установки его на сокет нашей материнской платы. Также у него есть ключик, вот такой вот треугольничек в одном из его краёв, то есть это также является ориентиром. Соответственно, на нашей материнской плате есть у сокета ответные, скажем так, выпуклости для данных ямок и ответный ключик. Соответственно, их совмещаете и устанавливаете. Давайте сейчас это и сделаем. Вот у нас материнская плата, сверху крышка защитная. Сразу говорю для всех, её нужно снимать. Все, кто говорят, что её можно не снимать, а просто установить процессор, а потом защёлкнуть, и всё это добро, скажем так, должно отлететь, это всё чушь. Раньше на данных крышках прям писали, снять до установки, соответственно, процессора. Сейчас пишут просто, удалите перед установкой, ну, или при установке. В принципе, по-разному пишут, вот, но я бы вам советовал её убрать, ничего плохого тут не произойдёт. Соответственно, мы устанавливаем дальше наш процессор. Вот он у нас встал. Ключик мы совместили с ключиком на материнской плате. Вот здесь есть тоже треугольничек. И, соответственно, попали в наши выемки. Вот, далее берём вот эту штучку, отводим её, приводим и защёлкиваем. Всё, процессор у нас установлен. С этим покончено. Давайте теперь установим оперативную память. Это тоже делается достаточно быстро. Итак, друзья, оперативная память у нас имеет небольшой ключик, то есть прорезь по своей середине. Также на материнской плате в разъёмах оперативной памяти у нас есть ответные ключи, то есть выпуклости. Нам их нужно будет совместить, чтобы они сошлись и, соответственно, так установить. Первым делом мы отжимаем ключи, то есть вот с этой стороны находятся вот такие вот ключи, которые нужно разжать. Порой они бывают с двух сторон, то есть, соответственно, в зависимости от вашей материнской платы. И далее, прямо по центру мы устанавливаем оперативную память до щелчка, то есть до того момента, когда у нас ключик у нас захлопнется. То есть прилагается для этого определённое усилие. Теперь устанавливаем кулер процессора. В качестве кулера, друзья, мы будем использовать сегодня вот такой вот радиатор от фирмы Arctic. Многие скажут, что он избыточен для данной системы. Действительно, на это является таковым. Но, друзья, он мне достался бесплатно. Не вижу смысла покупать мне боксовый кулер, когда у меня есть этот радиатор. Вот. Вы же можете купить обычный боксовый кулер, то есть кусок алюминия с небольшим вентилятором сверху. Этого будет более чем достаточно. Данный кулер, он крепится через систему бэкплейта. То есть это вот такая вот небольшая, скажем так, основа, которая размещается у вас с нижней части под материнской платой. То есть вы берёте материнскую плату, переворачиваете её, устанавливаете сюда бэкплейт. Он имеет, соответственно, прорези под наш кулер, то есть под крепление винтов. И затем сверху вы ставите наш радиатор, чтобы он разместился. И прикручиваете его, соответственно, болтами к данному бэкплейту. Он фиксируется на процессоре, фиксируется на материнской плате. Бэкплейт позволяет более равномерно распределить нагрузку. Вот как-то так. Также вам нужно помнить оба ещё одной вещи, что процессор и радиатор, они должны совмещаться с помощью термопасты. То есть что такое термопаста? Это термоинтерфейс. То есть то вещество, которое позволяет хорошо передавать тепло от нашего процессора к основанию нашего радиатора. То есть к вот этим вот медным трубочкам, которые здесь находятся. Ну или у вас будет боксовый кулер, там будут не медные трубочки, а скорее всего просто алюминиевое основание. Вот, соответственно, мы используем небольшое количество термопасты. Ну вот, друзья, бэкплейт у нас снизу. Мы берём термопасту, наносим небольшое количество на процессор. Нам хватит буквально одной маленькой капельки. Вот этого количества будет достаточно. По производителям для данного процессора, в принципе, без разницы. То есть КПТ-8 можно использовать, можно использовать самое дешёвое, что вы найдёте. То есть он сильно греться не будет, никаких тут сильных температур не будет. Особой теплопередачи здесь не нужно. Ну, самые лучшие пасты, как я уже говорил в одном из своих видео, это дипколовские Z5, Z7. И пасты от фирмы Arctic, то есть MX-4, допустим. А сверху мы теперь устанавливаем наш радиатор. И будем прикручивать его с помощью винтов к основанию нашей материнской платы, то есть к бэкплейту. Ну и завершающий этап установки нашего кулера – это установка на него вентилятора. То есть вентилятор устанавливается у нас вот таким вот образом. Мы ставим непосредственно сам кулер сюда. И зажимаем его с использованием вот таких вот лапок. То есть металлических дуг, которые позволяют его достаточно надежно прикрепить к нашему радиатору. Вот, собственно, и все. Он у нас встал. Теперь его будет достаточно трудно отсюда отодрать. То есть он достаточно крепко держится. Вот, и завершающий этап – это нам нужно подключить вот этот вот разъемчик к материнской плате. Друзья, на каждой материнской плате есть вот такой вот маленький разъемчик с четырьмя штырьками, который обозначается как CPU-Fan. То есть это подключение для кулера, точнее для вентилятора вашего, соответственно, процессора. Мы берем и вставляем в него наш кабель, который питать у нас будет вентилятор процессора. Все это достаточно просто делается. Вот мы его установили. И, соответственно, все будет у нас крутиться, все будет отлично. Ну, вот, собственно, и все, друзья. Теперь мы можем установить нашу материнскую плату со всей вот этой вот лабудой на нашу ферму. То есть на наш стенд, скажем так. Я буду использовать вот такой вот кусок пены. Ну, я его взял из одной из коробок, то есть от коробки материнской платы или от коробки одной из видеокарт можете взять. Для чего? Для того, чтобы у нас нижняя часть нашей материнской платы, то есть она имеет определенные тут распайки, выпуклости и так далее, чтобы она не терлась о фанеру. То есть я считаю, что так будет лучше. Вот. Также я сделал вырез в этом куске пены, чтобы туда вошел наш, соответственно, бэкплейт кулера. То есть чтобы он не мешал нам установить материнскую плату. Вот. Вот так вот это все дело ставится. И, соответственно, потом зажимается винтами. Сразу хочу сказать, что лучше дырки в фонаре нарезать заранее. То есть чтобы потом вот так вот не делать, то есть не сверлить через отверстие материнской платы, потому что можно так повредить ее текстолит. То есть лучше заранее сделали дырки, разметили их там карандашом, сделали, просверлили и теперь уже спокойно можете установить. Также хотелось бы отметить, что делайте удобным доступ к задней панели, то есть чтобы можно было подключить какое-то тестовое оборудование, воткнуть флешку там и так далее. И делайте удобным доступ к разъемам видеокарточек. То есть порой их нужно также вставлять, добавлять новые и так далее, то есть чтобы все это было удобно. Теперь осталось ее закрепить. Этим я сейчас и займусь. Для крепления данной материнской платы к нашему корпусу я использовал обычные саморезы. Самое главное, чтобы диаметр их был не слишком большим, то есть чтобы он никак не травмировал, не ломал текстолит. То есть чтобы он был соответствующим отверстием, которые есть в материнской плате для ее крепления. Теперь переходим к следующей части, а именно к установке нашего блока питания. В качестве блока питания я выбрал сезонник на 850 Вт, голдовый блок. Называется он Focus FX 850. Соответственно данный блок питания, он является полностью модульным. Давайте на него сейчас посмотрим. Сразу хочу оговориться, что 850 Вт я подбирал именно про те карточки, которые собирался купить. Как вы понимаете, ферма у меня будет на картах 1070. Потом я еще раз расскажу о своем выборе. Вот, 850 Вт хватит точно для трех карт и скорее всего хватит для четвертой, если соответственно немножко урезать энергопотребление. Ну что ж, давайте, друзья, смотреть, что у нас здесь внутри. Внутри у нас есть стяжечки, то есть все очень прилично, можно смотать кабеля, чтобы они не мешались. И полностью модульный блок питания. Давайте я вам сейчас покажу, как это выглядит и что это значит. Это значит, что из него изначально не исходит никаких кабелей. То есть здесь имеются разъемы для подключения всех кабелей, но, соответственно, вы можете выбирать, что будет у вас подключено, а что нет. Это удобно тем, что у вас нету большого количества кабелей, вы в них не путаетесь, они вам не мешают и так далее. То есть что нужно подключили, что не нужно убрали в коробку и пусть себе лежит. Вот. И также он мне понравился тем, что в нем есть вот такая вот замечательная штучка. И мы ее используем при креплении данного блока питания, потому что блок питания достаточно сложно прикрепить к нашей ферме. Он имеет на самом деле крепление только с вот этой вот части, то есть здесь идут винты у нас. Прикрепить его на майнинг-ферму, ну, через эти крепления почти нереально. То есть каждый придумывает тут то, что ему больше, скажем так, нравится. Я вам сейчас покажу один из вариантов крепления, очень даже неплохой. Итак, друзья, я предлагаю вам следующий способ крепления блока питания. Он, скажем так, не самый надежный, но зато достаточно простой и удобный. Мы будем использовать пену, которая шла в комплекте с блоком питания. То есть данная пена, она держала блок питания внутри коробки, пока он транспортировался, и для нас она подходит идеально. То есть мы ее прикрутим к фанерному основанию и уже сверху на нее вот таким вот образом устанавливаем наш блок питания. В чем здесь плюсы? Плюсы в том, что пена гасит вибрацию от блока. Способ достаточно простой, то есть его очень легко сделать. Вы просто устанавливаете сюда саморезы, прикручиваете и ставите блок питания. Вы всегда его можете снять, поднять, то есть любым способом что-то с ним произвести, какое-то взаимодействие. При этом он у вас будет ограничен от перемещений влево-вправо, вперед-назад. То есть единственный способ его прокинуть, это, скажем так, перевернуть майнинг-ферму. Ну, кто это будет делать? Ну, наверное, только идиот. Вот какой-то такой способ. Конечно, он не самый надежный, но удобный. Опять-таки, повторюсь, и быстрый. Я уже нарезал дырки в фанере, сейчас прикручу саморезы, и, собственно, всё, вкрепление будет готово. Итак, друзья, подошли мы к самому важному, а именно к установке наших видеокарточек. Как вы видите, у меня здесь карта 1070, производитель Zotac. Я вам сейчас объясню, почему я взял именно данные карты. Они, скажем, 1060 на 3 гигабайта, которые советуют все, потому что они самые лучшие по соотношению производительности к цене. Да, действительно, это так. Но есть один небольшой нюанс, как в старом анекдоте. Он заключается в том, что, чтобы построить ферму одинаковой, скажем так, мощности, карточек 1060 вам потребуется в полтора-два раза больше, чем карточек, скажем, 1070, 1080 или 1080 Ti. То есть, куда потом девать эти карты, не совсем понятно. То есть, ликвидность у них достаточно спорная. Да, сейчас их можно ещё продать, но, скажем, через годик это будут достаточно отсталые карты. У них будет 3 гигабайта видеопамяти, что для игр, ну, не всем нравится, скажем так. Да и 3 гигабайта через год могут быть, скажем так, ограничением определённым в майнинге. Потому что, как вы понимаете, некоторые валюты, у них объём файлов превысит 3 гигабайта, и майнить их на 3-гиговой 1060 будет невозможно. Второй по профитности. Я считаю карточку 1080 Ti, но эти карты стоят дорого. То есть, докупать их каждый месяц я даже себе позволить не могу. Поэтому я решил выбрать 1070, тем более скоро на них цена должна немножко подупасть, то есть, можно будет купить ещё парочку карт, в связи с выходом 1070 Ti. Либо же взять 1070 Ti. Ну, всё будет зависеть от того, сколько они будут стоить. Я взял зуток по той причине, что данная карта мне понравилась в плане разгона, в плане разгона памяти. Здесь не Samsung, друзья. На 1070 сейчас почти нету самсунговской памяти, нету Hynix или Hynix, называйте как хотите. На них микрон, но хороший микрон. То есть, эта карта спокойно гонится до частоты свыше 9 ГГц. Вот. Этим она мне понравилась. Плюс своей системы охлаждения. Ну, и, конечно же, плюс, что в Computer Universe я её урвал примерно за 400 евро. Вот. При том, что официальная цена у неё порядка 600. Давайте сейчас на неё взглянем. Очень интересная, на самом деле, карточка. Вот так вот, друзья, выглядит данная карточка. То есть, как вы видите, она очень большая, с тремя вентиляторами, с вот таким вот толстым радиатором, несколько здесь тепловых трубок. В принципе, я бы сказал, что это одна из лучших систем охлаждения. При том, что раньше я зоток не любил. И я был ярым его противником. Но именно данная модель мне полностью понравилась. Сзади у неё есть Backplate. То есть, карточка достаточно имеет хорошую систему охлаждения. Backplate, насколько я помню, либо это металл, либо это какой-то пластик под металл. Вот. А также плюсом её является то, что в комплекте идёт два вот таких вот переходничка. Это переходничок на 8-пин с двух 6-пиновых разъёмов, соответственно. Что он нам даёт? Он даёт нам то, что если у нас нету на блоке питания 8-пиновых разъёмов, а есть только 6-пиновые, карточку можно будет спокойно подключить. То есть, для кого-то это может быть существенным плюсом. Мне кажется, что, ну, в принципе, отличное решение за свои деньги. И, тем более, данную карту можно будет потом спокойно продать, потому что она действительно выглядит круто. Показывает хорошую производительность, хороший разгон. То есть, минусов очень мало. Сейчас, друзья, давайте её установим. Но перед этим нам нужно посмотреть на ещё одну вещицу. Итак, друзья, ещё одна вещь, без которой не обойтись, это вот такой вот райзер. То есть, это переходник, который позволяет вынести видеокарточку за пределы материнской платы. То есть, он имеет вот такой вот коннектор, который вставляется в материнскую плату. И, соответственно, на нём есть разъём. Вот он голубенький, в который вставляет сама видеокарточка. В качестве питания может использоваться Molex-разъём. То есть, вот он с четырьмя коннекторами. Либо же мы можем использовать вот такой вот переходничок. Он идёт с Molex на разъём SATA. То есть, тот разъём, который питает обычно жёсткие диски. То есть, чего у вас на блоке питания больше, то и подключаете. То есть, чтобы вам было удобно. Стоимость таких райзеров, она достаточно низкая. То есть, у китайцев на Алиэкспрессе их можно купить, ну, рублей за 300. Вот эти я брал в Computer Universe. Они мне обошлись немножко дороже, порядка 1000 рублей. Вот, давайте сейчас покажу, как это всё закрепить, как закрепить наши карты. Ну вот, друзья, переставил я немножко стенд, чтобы вам было лучше видно. Теперь мы берём наш райзер, берём нашу видеокарточку. Соответственно, вставляем одно в другое и начинаем примерно прикидывать, где она у нас будет на нашем стенде. Сразу хочу вам сказать, что расстояние между картами, оно должно быть порядка 10 сантиметров. Плюс-минус 2. Кто-то делает больше, кто-то делает меньше. Соответственно, мы должны будем её закрепить. Где мы её крепим? Мы её крепим вот здесь на ответной планке, то есть тут есть специальная прорезь в самой видеокарточке в металлической части. И также мы её крепим вот здесь на райзере, тут есть также дырка под крепление. То есть можно поместить это с помощью отвертки или с помощью карандаша, засверлиться, чтобы удобнее было крутить саморезы. И затем уже прикрутить. То есть помни о том, что карты должны быть разнесены на определённое расстояние друг от друга, чтобы они не перегревались. То есть так вы расставляете все карты и прикручиваете. Давайте сейчас этим займёмся. Обратите внимание, друзья, что у райзера есть 4 дырки. Мы, соответственно, крепим на 2 из них. То есть для этого нужно предварительно снять видеокарточку. Можно также делать здесь вторую планку из дерева и, соответственно, крепить 2 вот этих отверстия. Но, скажу вам честно, особого смысла в этом нету, потому что у нас есть ответная планка сверху. То есть карточка у нас не будет колебаться как-то вверх-вниз. То есть и райзер тоже не будет колебаться вверх-вниз. То есть в этом особой нужды нету. Друзья, перед тем, как установить окончательные видеокарточки на нашу майнинг-ферму, нам нужно разобраться с кабелями. Потому что потом это будет сделать намного сложнее, когда всё здесь будет заставлено видеокартами. Первые кабеля, с которых мы начнём, это кабеля, которые шли в комплекте с райзерами. Они имеют вот такие вот коннекторы PCI, которые подключаются в материнскую плату. И вот такие вот USB-коннекторы с другой стороны, которые должны у нас подключаться к самому райзеру. Давайте сейчас их подключим. То есть, соответственно, всё это достаточно просто. Мы один подключаем, втыкаем его тут же в материнскую плату в любом месте, где он больше нравится. То есть, особой разницы в этом никакой нету, допустим, сюда. И теперь подключаем второй тоже так же, то есть, USB-разъём. И ведём от него к материнской плате. Подключаем его так же. Ну, допустим, следующий по порядку. Вот. Теперь у нас, соответственно, райзера подключены к материнской плате. Осталось теперь подключить всё питание вот нашего БП. Итак, друзья, первый кабель, с которого мы начнём, это вот такой вот кабель материнской платы. Он имеет 24 пина, то есть, 24 вот такие вот маленькие штучки. Это самый большой кабель, вы его ни с чем не спутаете. То есть, больше всего пинов на нём. Мы его подключаем, соответственно, к нашему блоку питания. На блоке питания у нас имеется колодка MB, то есть, Motherboard. Вот она, состоящая также из большого количества разъёмов. Вот, сначала подключаемся в неё. То есть, здесь они идут двумя вот такими вот подкабелями, назовём это так. Оба из них нам нужно установить. Теперь мы устанавливаем подсоединение к материнской плате. Это вот такой вот большой разъём, на котором 24 контакта обычно. Ну, порой 20. Он самый большой на материнской плате, вы его ни с чем не спутаете. Соответственно, подключаем теперь и к нему. Главное попасть, установить. Всё, в принципе, готово. Кабель менеджмент потом проведём уже после того, как всё раскидаем. Итак, кабель питания процессора, он имеет обозначение CPU. Это та часть, которая будет вставляться в материнскую плату для питания процесса. А вторая его часть имеет обозначение PSU. Это та часть, которая пойдёт в лог питания. На нашей материнской плате у нас имеется вот такой вот маленький разъёмчик. Он предназначен для питания процессора. В нём обычно 4 или 8 пинов. Собственно, данные два разъёма, то есть, разъём питания материнской платы и разъём питания процессора, это единственные разъёмы с пинами, которые, в принципе, есть на материнской плате обычно. В него мы вставляем наше CPU обозначение. Только вот это не всегда сразу удаётся. Так, вот один мы подключили, теперь подключаем второй. Вставить их не тем способом не получится. То есть, всё как-то криво, не получится, потому что они у вас просто не войдут. Вот мы подключили, и на блоке питания у нас также имеется обозначение CPU-PCI-Express. То есть, сюда мы и будем включать наши видеокарточки и наш процессор. То есть, данные колодки подходят для обоих. Вот, теперь мы подключили процессор, осталось подключить видеокарточки и наш накопитель. Друзья, как вы помните, в комплекте с райзерами шли вот такие вот разъёмы. Здесь идёт Molex, и с другой стороны идёт кабель SATA, то есть, питание SATA. Сейчас мы их установим в наши райзера. То есть, вот они разъёмы, мы просто их устанавливаем. Ничего сложного здесь также нету. Главное, опять-таки, попасть и до конца засунуть. Ну, я думаю, с этим у вас проблем не возникнет. Тоже так же мы делаем, собственно, и со вторым разъёмом. Разъёмом, то есть, также устанавливаем, главное, не косо и не криво. Вот. Для чего это делается? Это делается для того, что если у вас не хватает Molex от блока питания до райзера, то такой переходник очень даже удобен. Теперь мы берём кабель SATA. Выглядит он вот так. SATA кабели имеют вот такую вот форму. То есть, это кабель для питания жёстких дисков, SSD накопителей и так далее. На нём имеется Г-образная прорезь, и он вот такой вот тонкий. Другой же его конец, вот такой вот шестипиновый, его мы сейчас будем включать в наш блок питания. Вот. Соответственно, на блоке питания у нас имеется колодка, которая называется SATA Molex. В неё мы включаем один конец. Любую, которая вам больше нравится. Вот. Остальные же мы его концы соединяем с нашими разъёмами на райзерах. Соответственно, мы сопоставляем буковку G, чтобы она у нас сошлась. На один и на второй тоже так же. Ничего сложного в этом нету. Ну, кабель менеджмент потом можно поправить. В качестве накопителя под нашу систему я буду использовать вот такой вот 2,5-дюймовый жёсткий диск от моего старого ноутбука. Конечно, лучше использовать SSD накопитель, но за неимением SSD будем использовать то, что есть. Можно оставить систему на флешке и, соответственно, пользоваться как-то так, но SSD, конечно, будет в приоритете. Для того, чтобы данный жёсткий диск подсоединить к материнской плате, мы будем использовать вот такие вот разъёмчики, которые называются SATA. Они вот такие вот маленькие, небольшие, аккуратные. И у нашего жёсткого диска есть также с другой стороны разъёмчик, который тоже подходит под этот SATA. То есть, вот он небольшой, маленький, Г-образный. Мы их, соответственно, должны соединить, чтобы они у нас сошлись. Вот, мы его подключили. И также нам нужно подключить питание. Питание у нас такое же, которое мы подключали кабель в предыдущий раз, то есть плоский кабель для питания SATA. Мы его также сюда подключаем. Вот, жёсткий диск у нас подключён. Я уже для него специально сделал, скажем так, прорезь в нашей, ну, скажем так, подложке. Вот, чтобы можно было его сюда установить. Сейчас мы его как-нибудь прямо стрячем, чтобы он не выпирал. Вот, то есть, скорее всего, вот так это как-то будет. И он будет здесь лежать, в принципе, достаточно удобно. Теперь осталось установить карточки и подключить их к питанию. На этом сборка будет завершена. Друзья, другую часть SATA-провода мы подключаем в колодку SATA на нашей материнской плате. Делать это тоже достаточно просто. То есть, маленький вот этот Г-образный разъём мы подключаем именно туда. На экране вы сейчас видите, как эта колодочка выглядит. Ну и финальный аккорд нашей сборки, друзья, это подключение питания видеокарточек. Данные кабеля обозначения имеют PCI-Express с одного конца, с другого PSU. То есть, данный конец, он подключается в блок питания. Этот конец подключается в видеокарточку. PCI-Express разъём питания, он имеет обычно либо 6 пин, либо вот так вот 8 пин. Либо может быть 6 плюс 2. То есть, вот как вот этот. То есть, можно варьировать, то есть, в зависимости от того, какое питание требует ваша видеокарточка. На вашей видеокарте может быть разъём питания 6 или 8 пин. То есть, здесь 2 по 8, может быть 6 плюс 8, 6 плюс 6. Или, допустим, один шестипиновый. Или вообще не быть, то есть, дополнительного питания. Это также возможно. Но всё-таки, если вы планируете разгон карточек, а для майнинга это достаточно важно, то дополнительное питание всё-таки быть должно. Итак, сюда мы подключаем наши разъёмы PCI-Express. То есть, вот таким вот образом мы их вставляем до конца, желательно всё-таки. Порой это сделать не так-то уж просто, потому что не хотят они лезть. Так, один мы установили. Тут же ставим второй. То есть, также аккуратненько его вставляем в нашу видеокарточку. И другой конец нам нужно воткнуть в блок питания. На блоке питания, как я напомню вам, есть колодка, которая обозначается, имеет обозначение CPU PCI-Express. В неё нам и нужно будет воткнуть данный кабель. То есть, ничего сложного. Также мы подключаем две других видеокарточки. И, собственно, покажу вам сейчас, что в итоге получилось. Итак, друзья, вот из всего этого железа мы собрали майнинг-ферму. Как вы видите, у нас здесь две карточки Zota, которых вентиляторные. Я их установил на, скажем так, стендовое лужа, я это так называю. Вот, снизу у нас карточка от Palito. Это GameRock. Вот её коробочка, можете видеть. Очень даже интересная тоже карточка для разгона. Очень хорошо подходит, потому что хорошо гонится, в принципе. На ней тоже память от Micron, но разгон хороший. Вот, пока три карты. Но, соответственно, сюда можно воткнуть четвёртую, пятую. Я лично думаю, что это будут либо 1070, либо 1070 Ti. Но их я прикуплю немножко позже. Сейчас осталось самое важное, это включить данную ферму. И у вас возникает вопрос, а как это сделать, если кнопки включения у нас здесь нигде нету? Вот, потому что это не корпус, конечно же. Это самодельная, самопальная, скажем так, коробка для фермы. Вот, я вам сейчас покажу простой способ, чтобы не покупать на Алиэкспрессе кнопки для включения. То есть, есть способ куда гораздо проще, ну, скажем так, немножко хардкорней. Итак, друзья, способ достаточно простой. Нужно просто замкнуть контакты PWR на передней панели нашей материнской платы. Вот данные контакты, собственно, зажимаем. И, как вы слышите, всё заработало, всё засветилось, и это отлично. Вот, собственно, и всё, друзья. Ферма у нас готова, всё у нас работает, светится, крутится. Ну, можно сказать, что всё отлично. То есть, всё запустилось. Сейчас осталось подключить монитор для проверки, мышку-клавиатуру, и, соответственно, уже начать настройку данной фермы. Вот, и если вам данное видео понравилось, если оно было для вас полезным и информативным, то, пожалуйста, нажмите лайк, подпишитесь на канал, будет ещё много интересных видео, связанных с железом. Если у вас есть какие-то вопросы, то задавайте их в комментариях. А если вы хотите купить всё это добро, то заходите на сайт Computer Universe. Код на 5 евро скидки, а также ссылка на магазин, будут, как обычно, в описании к видео. С вами, как всегда, был Village. Всем спасибо за внимание, друзья. И до новых встреч. Да, кстати, хотел сказать, что на данной карте я предварительно её тестировал и отключал у неё подсветку, поэтому сейчас она не горит, но видеокарточка работает, вентиляторы крутятся, даже вот здесь горит огонёчек. Вот, так что всё, в принципе, отлично. Субтитры создавал DimaTorzok